Ребята, всех приветствуем! Вы на канале Бонбон Бар, и это наш предновогодний выпуск. И сегодня у нас будет целых 8 новинок. За эту неделю, даже за этот месяц, поступило очень много интересных вкусняшек. Итак, это, конечно же, литровая кола в стекле. Вы можете услышать, что действительно это баночка... бутылочка, не баночка, а бутылочка стеклянная. Но, к сожалению, с пластиковой крышкой. Она прибыла к нам из Италии. Далее это японская фанта со вкусом груши. И вы знаете, что серия Премьер славится в Японии тем, что она на основе натурального сока. В ней натурального сока, процентное содержание 16%. Для подобных напитков это очень и очень много. Следующая кола Интергалактик. Помните, у нас была Кока-Кола Старлайт? В этот же раз прибыла Интергалактик. То есть такой же вкус, такая же серия, но без сахара. Новый Принглз из Японии, серия Премиум со вкусом карри. Кто любит карри, ребята, вы точно будете в восторге. А теперь переходим к более попсовым, но в то же время новогодним вкусняшкам. Милка. Новогодние наборы кружечек Милка с различными шоколадками. Дальше новые печеньки Милка. Здесь у нас идет микс из брауни вместе с печенькой. И следующие пирожные Милка Чоко Трио. А вот чего точно давно не было в нашем ассортименте, так это Орео в белом и молочном, ребята, шоколаде. Господи, я их последний раз, года два, наверное, назад пробовал. Это невероятно вкусно. И данный выпуск мы начнем с кружки Милка. Уж больно она круто выглядит и действительно по-новогоднему. Это керамика. И у нас в комплекте это шоколадный Санта. Это молочный шоколад. И дальше у нас это шоколадные драже, покрытые белой глазурью. И еще у нас две маленькие конфетки. Это олененок в формате снеговичка. Кстати, бывает снеговик иногда попадается. И конфетка тоже шоколадная. Но самое главное, конечно же, в подобных наборах это кружка, ребята. Все, что связано с кружкой, всегда будет, конечно же, по стоимости выше, нежели если шоколадки отдельно приобрести. Кружка, конечно, выглядит очень круто по-новогоднему. И у меня уже есть такая в коллекции даже две. Все дело в том, что к нам пришли две разбитые. Мы их оставили для себя. Все подобные деформированные кружечки и баночки мы оставляем всегда для себя. У меня уже тоже есть отдельная коллекция. Поэтому, ребята, я тоже с вами коллекционирую различные баночки. Именно вы как раз таки и надоумили делать подобную коллекцию. Итак, давайте все-таки попробуем что-нибудь от Милки. Это будет у нас шоколадный Дедушка Мороз. Либо шоколадный Санта. Как же все-таки прекрасная немецкая Милка шоколад великолепен. Но самое главное в подобных наборах это кружка. Это главный атрибут. Выглядит она невероятно красиво. Бело-фиолетовый оттенок действительно создает новогоднее настроение. Уже не терпится в ней сделать горячий шоколад с кусочками маршмеллоу. Включить Гарри Поттер и наслаждаться новогодними вечерами. Рождественское настроение вам точно, ребята, обеспечено. С Милки начали, Милка и продолжим. Дальше у нас новое печенье. Это микс печенюшки и брауни. Кто пробовал брауни от Милки, знает, насколько оно очень вкусное. И вы можете заметить, что как раз-таки снизу у нас подложечка из шоколадного брауни, а сверху у нас хрустящая печенька. Если честно, ребят, это вкусно, но немножко не хватает баланса. Потому что сначала вы чувствуете мягкое брауни, но после на себя перетягивают палку. Это как раз-таки сверху вот эта печенюшка. Она песочная, хрустящая. И во вкусе, конечно же, больше преобладает она, потому что она хрустит. Вот эта пшеничность, она все равно перебивает шоколадность брауни. Если честно, я бы взял бы просто шоколадные брауни, они мне больше по душе. Но если вы желаете поэкспериментировать, либо попробовать что-то новое от Милки, то, пожалуйста, рекомендуем все-таки один раз, но их попробовать. Следующие пирожные от Милки это Милка Чокко Трио. У нас в упаковке целых 5 пирожных, и они мягкие, сверху покрыты молочным шоколадом. Внешне напоминает некий сырок, потому что этот тоненький слой молочного шоколада, на самом деле это мягкое пирожное. Но шоколад сверху, конечно, хрустящий. Внутри бисквит молочный, шоколадный, и посередине у нас шоколадная прослойка. Вкусно, но суховато. Но это особенность данных пирожных, поэтому не нужно удивляться, что захочется запить. Идеальный с молоком, ребята. Без воды, чая, молока точно нет. Вот такое нужно, ребята, точно с молочком и запивать. Но очень вкусненько. Следующий на очереди, это у нас орео в молочном и белом шоколаде. Прибыли они, кстати, к нам из Индонезии. Давненько, ребята, я их не пробовал, и сегодня мы откроем именно в молочном шоколаде. Ребята, вот знаете, добавили всего лишь один ингредиент. Молочный шоколад сверху. Покрыли классическое печенье орео молочным шоколадом, и действительно, сразу же печенюшка раскрывается по-новому. Это по-прежнему так же вкусно, как и два года назад, когда я их пробовал, но это и так же безумно сладко. Прям аж зубы начинают сводить от сахара, от сладости. Но это вкусно, это очень вкусно. Такое точно подойдет всем сладкоежкам, и нужно обязательно это с горячим чаем. Даже не с молоком, ребята, а именно с горячим чаем, чтобы освежить полость рта как раз-таки от чрезмерной сладости. Ну, это очень вкусно. Наконец-то на очереди чипсы. Мое самое любимое, и теперь у нас Принглс со вкусом карри. Это новинка из Японии. Как я уже говорил ранее в предыдущих выпусках, что в Японии ежемесячно выпускают по одному новому вкусу Принглс. Принглс, господа, со вкусом карри. Я думаю, это и по цвету понятно, что вот характерный оттенок приправы карри. В аромат, кстати, очень насыщенный вот этими индийскими специями. Что я могу сказать про эти чипсы? Ребята, Принглс подойдут вам точно, если вы любите приправу карри. Честно, я не особо поклонник индийских специй, индийской кухни и, соответственно, приправы карри. Но мне попробовать было интересно. Но не более. Если вы любите карри, вам они точно понравятся, потому что вкус действительно очень насыщенный. Кстати, карри здесь не острое. Это специальная японская карри. И в Японии есть определенный свой сорт карри, который не супер острый. Он как раз таки нейтральный. Поэтому, опять же, если любите карри, пожалуйста, я не особо любитель. Мне было просто интересно попробовать. Наконец-то, наконец-то можно будет теперь запить, но запить колой. Причем колой, литровой, в стекле. И, господи, ребята, какая же она вкусная. Я давно, я года полтора, наверное, не пил оригинальную колу, несмотря на то, что я здесь работаю в таком блаженном месте. Но я действительно классическую колу не пил полтора года. И для меня было удивлением, насколько же это вкусно. Что интересно нового можно сказать про классический вкус колы? Я понимаю, если бы это была бы ванила, либо кола со вкусом личи, либо лайм, там, лимончик, или какой-нибудь другой вкус. Но эта классическая кола, да, безусловно, она более насыщена по вкусу в сравнении с российской колой. Она более сладкая. И, если честно, я без ума от этого напитка. И, блин, это литр в стекле! Как же это круто! Ну и, конечно же, вкус, он более яркий и свежий. А может быть, я просто ее полтора года не пил? Ну, в любом случае, ребята, попробовав колу из Италии в стекле, вы поймете, что все-таки она имеет большое отличие от российской и американской колы. Все-таки европейский рецепт, он немножко свой. Следующий у нас кола Интергалактик. Мы уже снимали, делали выпуск про колу Старлайт. Тот же самый вкус, со вкусом карамели, тути-фрути, либо сахарной ваты, но только без сахара. Это как кола Старлайт, но без сахара. Кто смотрит наши выпуски давно, знаете, как я отношусь. К напиткам без сахара очень отрицательно. Мне абсолютно они не нравятся. И такое стоит брать точно, если вам нельзя сахар в напитках, либо вы по какой-то причине другой не пьете напитки с сахаром. То есть вы выбираете всегда кока-колу Zero, 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 без сахара и так далее. Тогда она вам точно подойдет, потому что вкус тути-фрути, то есть сахарной ваты, он присутствует, очень слабенький. Я лично не одобряю 100%. Поэтому, ребята, если вам нельзя сахар, да, и вы не пьете напитки с сахаром, то 100% берите. Если же вы пьете напитки с сахаром, возьмите лучше Старлайт. Не берите это. Возьмите Старлайт, и вы полностью насладитесь данным вкусом и напитком. А теперь переходим к последней позиции. Это фанта со вкусом груши из серии Premier. Это безумно вкусно, она на основе натурального сока. И процентное содержание здесь как раз-таки 16%. Для подобных напитков, ребята, это очень много. То есть натуральный сок, вот представьте, мы делим ее примерно на сколько? На 6 частей мы делим бутылочку, и вот шестая часть, вот столько будет здесь натурального сока. Вы скажете, столько всего лишь? Так, а в подобных других фантах вообще 0% содержания натурального сока, а здесь 16% это довольно много. Плюс она редкая, и ребята, кто коллекционирует, обязательно вы должны поймать данную фанту в вашей коллекции. Потому что она лимитирована и выпускает ее лишь... Вот сколько мы работаем с Японией, впервые за 3 года выпустили именно серию Premier со вкусом груши. Знаете, есть особый сорт груши, которая мягкая и сладкая. Не хрустящая, как яблоко и сочная, а именно мягкая, сочная и безумно сладкая. Вот это как раз-таки та самая груша. Ребята, это очень вкусно, и действительно чувствуется, что она на основе натурального сока. И, конечно, она не супер газированная. Вот такой был, ребят, предновогодний выпуск. Не забывайте про промокод YouTube со скидкой 10%, а тем более скоро Новый год, и новогодние подарочки мы уже упаковываем. Поэтому обязательно используйте промокод YouTube, и вам дается скидка 10% на весь наш ассортимент. Сюрприз боксы, подарочные наборы, вся новогодняя продукция и в целом все сладости, даже литровая кола. Но будьте, пожалуйста, внимательны, господа. Напитки зимой мы отправляем только под вашу ответственность. Пожалуйста, не заказывайте в минусовую температуру стекло. Оно же лопнет, тем более в долгую доставку. Но представляете, что такое минус 20 и что такое напиток в стекле, который идет 25 дней. В общем, спасибо вам большое. Всех с наступающим Новым годом. И промокод все так же действует, поэтому бегом оформлять заказ. Пока еще все в наличии.